Глава Чувашия Михаил Игнатьев принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента России в Приволжском федеральном округе. В Нижнем Новгороде Михаил Бабич, глава регионов ПФО, руководитель окружных, территориальных органов, общественных организаций, обсудили развитие рынка жилищного строительства в регионах округа. Сейчас в Чувашии в строительной сфере зарегистрировано более 3000 организаций. Только за два прошедших месяца этого года было построено уже свыше 550 квартир. Увеличились и темпы ввода индивидуального жилья. Президент России Владимир Путин перед нами поставил задачу в полтора раза увеличить объемы строительства жилья. Цифры вы слышали, я напомню. Если по факту прошлого года 80 миллионов квадратных метров жилья, в перспективе предстоящих 6 лет мы должны вести по Российской Федерации 120 миллионов квадратных метров. И должны получить жилье нуждающееся. У нас, с одной стороны, динамика по строительству многоквартирных жилых домов неплохая, но строительство недальних жилых домов у нас по прошлому году на уровне 27%. Мы должны, конечно, больше строить жилье эконом-класса. По-новому оно называется стандартное жилье. Касаясь наших государственных программ, они все в работе. Участвовал на совещании министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Александрович Мель. Там они дополнительные сейчас предложения подготовили. Мы тоже давали свои предложения для того, чтобы, по крайней мере, еще наиболее благоприятную среду создавать для строительных организаций, для предпринимателей. Кроме того, на совете говорили, насколько эффективно проходит капитальный ремонт. Зашла речь и о программе переселения из аварийного жилья. Она продолжит свое существование. Но в каких законодательных регламентах, пока не ясно. Механизмы реализации еще обсуждаются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова